Про Зину Тосналобову «Милый мой, дорогой Иосиф, прости меня за такое письмо, но я не могу больше молчать. Я должна сообщить тебе только правду. Я пострадала на фронте, у меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя обузой. Забудь меня. Прощай. Твоя Зина». Написать такое жениху она смогла не сразу, только через несколько месяцев после операций и бессонных ночей. О чем думала искалеченная молодая женщина, когда диктовала эти строки, можно было только догадываться. Но то, что ответ изменил ее судьбу, сомнений не вызывает. С Осифом Марченко Зина Тусналюбова познакомилась весной 41-го. Расписаться молодые не успели. Зина проводила его на фронт в первые дни войны, а сама ушла добровольцем в июле 42-го, после того, как окончила школу медсестер. В первых двух боях Зина вынесла из-под огня 42 раненых и уничтожила 11 фашистов. За этот подвиг девушку наградили орденом Красной Звезды. За восемь месяцев кровопролитных боев на Воронежском фронте она вынесла с линии огня 123 раненых солдата и офицера. Февраль 1943-го разделил ее жизнь на до и после. Спасая раненого командира, девушка была тяжело ранена. Чудом наши разведчики, возвращаясь из немецкого тыла, услышали ее тихий стон. Тело девушки пришлось выбивать финками из замерзшего кровавого месива. Десять дней врачи боролись за ее жизнь, но обмороженные руки и ноги спасти не удалось. Началась гангрена. Восемь тяжелейших операций, страшные боли, полная беспомощность. Спустя несколько месяцев девушка надиктовала дежурной медсестре последнее письмо любимому, а сама стала, как могла, подбадривать других раненых. Ее переносили из палаты в палату. Однажды она упросила комсомольцев отнести ее на Уралмаш. Дорогие друзья, мне 23 года. Я очень сожалею, что так мало успела сделать для своего народа, для Родины, для Победы. У меня нет теперь ни рук, ни ног. Мне очень трудно, очень больно оставаться в стороне, говорила она рабочим, лежа на носилках. Товарищи, я вас очень, очень прошу. Если можно, сделайте за меня хотя бы по одной заклепке для танка. Через месяц на фронт ушли пять танков, которые рабочие выпустили сверх плана. На бортах боевых машин белой краской было выведено. За Зину Тоснолобову. Главный хирург Свердловского госпиталя, Н.В. Соколов, утешал ее и обещал чуть позже сделать руку. Она отказывалась. Слишком болезненны были эти операции. Но ответ, который прислал Иосиф, вдохнул в нее новые силы. Милая моя малышка, родная моя страдалица, никакие несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет такого горя, нет таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя любимая. И у радости, и у горя мы всегда будем вместе. Я, твой прежний, твой Иосиф. Вот только бы дождаться победы, только бы вернуться домой, до тебя, моя любимая. И заживем мы счастливо. Писать больше некогда. Скоро пойдем в атаку. Ничего плохого не думай. С нетерпением жду ответ. Целую бесконечно. Крепко люблю тебя, твой Иосиф. Зина воспряла и согласилась на сложную операцию. Ей разделили кости левой руки и обшили их мышцами так, чтобы получились два сжимающихся пальца. Она училась умываться, причесываться, брать предметы. На остаток правой руки ей сделали резиновую манжетку, в которую вставлялся карандаш. И Зина заново научилась писать. Они расписались сразу после победы. Зина встретила Иосифа, крепко стоя на ногах. У них родился сын Владимир, а потом дочь Нина. Зинаида научилась самостоятельно стряпать, топить печь и даже штопать ребятам чулки. «Мама не думала, что она ущербная. Она жила полной жизнью», рассказывала в одной из телепередач ее дочь. И правда, Зинаида Михайловна не теряла ни одного дня. Работала диктором на радио, постоянно выступала в школах и трудовых коллективах, писала письма в разные концы огромной страны, научившись управляться пишущей ручкой с помощью локтей. Иосиф Марченко и Зинаида Тусналобова прожили жизнь вместе до конца. Они вырастили яблоневый сад, о котором мечтали в дни войны. Подняли сына и дочь. Были рады каждому мирному дню. Зинаиде Тусналобова-Марченко было присвоено звание Героя Советского Союза. С вами была Екатерина Юрьева и канал Рассказы в озвучке.